Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Дорожные службы будут приведены в состояние повышенной готовности. Для расчистки снега в городе задействуют более 300 единиц техники. Подробнее мэри Елчан. Зима 2019 года по-прежнему не дает Самарцинам расслабиться. Еще вчера были морозы, а уже завтра грядет оттепель. А это значит заносы, снегопад и гололедица. Уже в субботу температура воздуха повысится до нуля. Пойдет снег, к борьбе с которым готовы свыше 300 единиц техники. Оттепель опасно падением сосулек с крыши, а значит на их удаление и на снятие снежных шапок будут направлены силы городских властей. Давайте нацелимся сегодня на эту работу. Есть сегодняшний день. Собрать, вывести всех дворников на день. АУ привлечь дополнительную технику, которая будет работать в течение всего дня. От снега необходимо расчистить придомовые территории, контейнерные и подъездные площадки, чтобы перевозчики смогли к ним подъезжать и вовремя вывозить мусор. Полигоны готовы принять 12 тысяч тонн снега. О предстоящем потеплении говорят и в региональном управлении МЧС. Это чревато заносами на дорогах. Поэтому спасатели рекомендуют жителям выходные по возможности отказаться от машин и отменить все выезды детей за пределы города. Автолюбителям стоит быть внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения. У нас готовы к развертыванию мобильные пункты обогрева, которые будут при необходимости выставлены на затороопасных участках. МЧС напоминает, соблюдать правила безопасности нужно всегда и везде. Не стоит в эти выходные гулять по Волге. Толщина льда там пока не более 7 сантиметров. Тогда как для безопасных прогулок необходимо 12. Впереди крещение. Многие в эти дни окунаются в прорубь и также должны соблюдать осторожность. Тем более, что в этом году погода позволит совершить омовение в открытой воде. Мэри Илчан, Артем Сулайманов, Максим Гусев, Константин Головин. События. Осторожно, сосульки! В преддверии оттепели городские службы вышли на борьбу со снегом и наледью на крышах. Анастасия Ярыгина разобралась, на ком лежит ответственность за очистку кровли и что делать, если вдруг над головой повисла опасность. Александр Удотов – птица высокого полета. Он работает в бригаде по расчистке кровли. Рассказывает, с детства любил забираться на деревья и с высоты наблюдать за всем вокруг. Любовь к работе подпитывает адреналин. Хотя и Александру порой бывает страшно. Бывает снег сходит, и ограждение не выдерживает, и как бы это скользко. Мы проходим технику безопасности, надо одевать также каски, когда ходишь по чердаку, ну и веревку, соответственно, привязываться. Всего для своевременной очистки в Самаре сформировано более 500 бригад, в составе которых промышленные альпинисты. Впереди оттепель, поэтому важно поскорее очистить крыши от снега и льда. Особое внимание уделяется состоянию скатных крыш. Их в Самаре 7083. Берут в работу и здания с мягкой кровлей. Работы сосредоточены в районе водостоков, где также может образовываться наледь. Более 70% домов уже освобождены из ледяного плена. Остальные планируют очистить к выходным. Если за кровлю многоквартирного дома отвечают управляющие компании ТСЖ или ЖСК, то козырьки окон и балконов на совести жителей и владельцев квартир. Своевременность расчистки нежилых объектов – зона ответственности собственников этих зданий, которые обязаны либо своими усилиями убрать с крыш снег и сбить сосульки, либо нанять подрядную организацию. Пока в борьбе с сосульками лидируют Самарские и Ленинские районы. Актуальность своевременного сбития сосульок и наледи великая как раз в период оттепели. В данные периоды в большей степени возникают падения и сходы снега. Организации, которые несут ответственность за содержание фонда, разрабатывают и утверждают графики расчистки кровель, ликвидации наледи. Копии графиков предоставляются администрациям городских районов. И совместно с административными комиссиями обеспечивается контроль за эффективностью расчистки и соблюдением необходимых мер безопасности. Управляющие микрорайонами должны ежедневно обходить вверенную им территорию. Например, в Октябрьском районе это около 10-15 домов. Они также следят за состоянием не только крыш, но и дворов. К организациям, которые ненадлежащим образом относятся к своим обязанностям, то есть не своевременно, некачественно выполняют очистку или вовсе не спешат проводить уборку, принимаются меры. Если мы не можем возбудить сами, это не лишает нас возможности сдокументировать эти факты и направить материалы, акты в государственную жилищную инспекцию, и они возбудят дело об административном правонарушении и направят в суд. За новогодние праздники администрация Октябрьского района подготовила материалы для возбуждения 40 дел. В свою очередь профильный департамент и его подведомственное учреждение и муниципальное предприятие ГАТИ по благоустройству следят за систематичностью работы районных администраций, осуществляют мониторинг очистки, обрабатывают и систематизируют информацию в масштабах города. Помогают в контроле за уборкой снега и ликвидацией наледи и общественники. Сегодня состоялся совместный рейд с представителями регионального штаба Общероссийского народного фронта. Уже пятый год проходит акция ОНФ «Опасный лед». На почту фронта можно написать письмо с жалобой на неубранную территорию, а также разместить фотографии в социальных сетях с хэштегом «Опасный лед». Эти материалы будут направлены ответственным за очистку тех или иных территорий. С каждым годом мы видим, что внимание властей к этой акции становится все более продуктивным. И мы понимаем, что в нашей информации тоже есть заинтересованность. Должностные лица реагируют оперативно, быстро, выезжают, устраняют и стараются в течение нескольких часов. Всего в городе более 7 тысяч домов со скатными крышами. Поэтому, прогуливаясь в выходные, стоит быть более внимательными. И не стоит находиться под козырьками подъездов и под балконами, а входя в подъезд смотреть, не притаилась ли на крыше опасная сосулька. А чтобы обслуживающие организации могли беспрепятственно и своевременно проводить уборку, коммунальные службы обращаются к жителям с просьбой по возможности не оставлять надолго припаркованный транспорт во дворах, а также не игнорировать специальные сигнальные ленты. Анастасия Ерегина, Константин Головин. События. Перемен не требуют наши сердца, но привыкать придется. С 1 января в силу вступила ряд новых законов. Повышение НДС, цен на топливо и недвижимость, коммунальные услуги и ОСАГО. Данил Лучко попытался разобраться, какие изменения сулит 2019 год. Оливье Доедин, бокалы из-под шампанского пусты. Но на этом Новый год не заканчивается. С 1 января в России в силу вступило больше 100 законов. Изменения касаются самых важных сфер жизни людей – ЖКХ, экономика и недвижимость. Но знают ли самарцы, что поменялось? Вроде как НДС повысили. Больше не знаю. Знаем, что все повышается очень хорошо. ЖКХ и все прочее. И это особенно пенсионеру вообще не радует, а только огорчает. Военнослужащих тоже вроде повышают минимальную выслугу с 20 на 25. А какой-то закон приняли еще о сигаретном дыме. Если сосед курит, мы можем подать на него заявление в милицию. Его накажут. Проезд увеличили. НДС увеличили. Проект на рассмотрение НДФЛ. НДС вырос с 18% до 20%. В связи с этим тарифы ЖКХ увеличились на 1,7%. А это подача холодной и горячей воды, газ, отопление и электричество. По предварительным расчетам экспертов, семья из четырех человек, которые ежемесячно платят за коммунальные услуги 4,5 тысячи рублей, должна будет доплатить примерно 180 рублей. С нового года в Самарской области сменился регоператор, который отвечает за вывоз мусора. Что касается 1 января, все под полным контролем, составлены графики движения мусоровозов. У нас выходных, как вы понимаете, нет. С 1 января мусор будет убираться по всей территории области. Это сложнейшая задача, решение которой в одночасье невозможно. Существующая система обращения с отходами себя изжила и движется к коллапсу в ближайшие несколько лет. Мы сейчас создаем принципиально новую систему обращения с отходами, в которую будут вовлечены десятки и сотни предприятий Самарской области. Стартовала и пенсионная реформа. Начиная с этого года пенсионный возраст будет постепенно повышаться. Для женщин до 60, для мужчин до 65. Окончательный переход завершится в 2028 году. Пенсия выросла на 1 тысячу рублей. А для дачников в силу вступил новый закон. Теперь существуют два типа земель – садовые и огороднические. В первом случае на участке можно построить только колодцы и сараи – сооружения, которые можно собрать и перенести. Во втором – свободы уже больше. На садовых, соответственно, можно будет строить объект капитального строительства. Но здесь тоже существует ряд новшеств. Во-первых, нужно получать разрешение для его строительства. Однако процедуру упростили. И если в течение 7 дней администрация вам не ответит, то считается, что ваше строительство согласовано, и вы можете приступать к возведению объекта. Не больше трех этажей и не выше 20 метров – таковы критерии для объектов капитального строительства. Тем, кто уже имеет собственность, но не успели зарегистрировать, необходимо узаконить до 1 марта. Для этого нужно прийти в соответствующие органы с техпланом и декларацией. В этом году изменения коснулись и водителей. Акцизы на топливо выросли в полтора раза. А значит, дизель и бензин станут еще дороже. Кажется, пора переходить на экологичный вид транспорта. Так, в Ленинградской области владельцы машин на газу уже плачивают налог со скидкой 50%. А в будущем транспортный налог на электромобили планируют и вовсе отменить. Несмотря на цены на бензин и налоги, есть и хорошая новость. Для большинства автолюбителей снизится стоимость ОСАГО. Это касается тех, кто имеет большой водительский стаж, а также соблюдает ПДД. Так, например, для водителя старше 59 лет и за рулем больше 6 лет скидка 7%. Задача этого закона – сделать тарифы справедливее. Меньше ДТП – меньше цена. Данные изменения, которые вступили с этого года, коснулись в основном водителей, имеющих возраст более 30 лет и стаж более 10 лет. Вот для них уже понижающий коэффициент за возраст стаж будут применяться в соответствии с изменениями. Новые законы где-то усложняют жизнь, а где-то облегчают. В любом случае, теперь они не являются сюрпризом. Как говорил лидер группы Виктор Цой, перемен требует наше сердце. Но хорошие они или плохие – покажет лишь время. Данил Лучко, Николай Сидоров. События. Самарская область вошла в топ-10 самых удобных регионов для ведения малого бизнеса, уступив лидерские позиции лишь Москве, Ленинградской области и Санкт-Петербургу. Сколько на территории региона появилось новых предприятий и какие направления для бизнеса оказались самыми благоприятными, выяснила Лариса Шлафаст. Идея открыть в Самаре школу этикеты для самых маленьких пришла в прошлом риэлтору, а ныне предпринимателю Вилиеве Откуловой год назад. Пока в декрете занималась воспитанием двух дочек, придумала концепцию собственного бизнеса. Настоящих леди и джентльменов будут воспитывать в королевстве этикетия. Первое – это, конечно же, этикет, этикет в общественных местах, гигиена, чистота, этикет речи для того, чтобы ребенок был подготовлен уже к взрослой жизни с детства. Также будет направлено на внутреннее духовное развитие ребенка. Начинающему предпринимателю оказали поддержку в Самарском бизнес-инкубаторе. Для молодых мам здесь ежегодно проводится специальный конкурс бизнес-проектов. Также в бизнес-инкубаторе могут получить консультацию и пройти курсы подготовки все, кто уже решился открыть свое дело. Развивать бизнес в Самаре вполне реально. Конкуренция в некоторых сферах деятельности минимальна. Кроме того, начинающие предприниматели могут рассчитывать и на поддержку муниципалитета. Финансовая поддержка – это на открытии своего бизнеса от 3 до 5 тысяч рублей, то есть на регистрацию. Это на приобретение основных средств от 300 до 500 тысяч. Это основные средства, которые могут покрыть те расходы, которые несет предприниматель при открытии своего бизнеса. То есть приобретают станки какие-то, приобретают производственные какие-то мощности, приобретают какой-то патент, либо услугу. То есть вот эти все виды деятельности мы по факту понесенных расходов им возмещаем. Самыми благоприятными направлениями для ведения бизнеса по итогам года оказались детское и взрослое дополнительное образование, разработка программного обеспечения, бухгалтерский учет, финансовый аудит, налоговое консультирование. Самарская область вошла в топ-10 рейтинга наиболее благоприятных российских регионов для ведения малого бизнеса, сообщает русская версия одного из американских журналов о стартапах малых и средних предприятиях. Всего в регионе более 132 тысяч малых и средних предпринимателей. За год их число выросло более чем на 6 тысяч. Лариса Шлафат, Григорий Плешаков, События. Требуем продолжения банкета. Праздники закончились, но не все оказались готовы вернуться в рабочий ритм. Анастасия Ярыгина узнала, как избавиться от хандры после каникул и влиться в поток новых событий. Каждый год 31 декабря люди не только ходят в баню, но и дают себе новогодние обещания. Похудеть, больше читать, начать учить английский. Но все эти планы улетучиваются к концу каникул, когда становится мучительно стыдно за количество выпитого и съеденного и накрывает депрессией. Если ваши каникулы были не строгого режима, ситуацию нужно срочно исправлять. После праздников необходимо высыпаться, а для этого нужно ложиться спать пораньше. Стараться, конечно, минимально нарушать этот режим. И еще хочу напомнить о том, что те, кто следит за своей фигурой, как ни странно, в силу некоторых гормональных механизмов, недостаточно ночной сон – это одна из причин набора веса. Врачи советуют начать подготовку к работе за пару дней до конца каникул. Освежить память, разобраться в расписании на ближайшее время. Возможно даже наметить направление работы на год вперед. Не стоит думать о работе, как о тяжелой повинности. Нужно найти то, что приносит радость в ежедневном труде. Возможно, завести новую привычку. Важно отнестись к своему творческому, рабочему процессу творчески. По-своему, с душой. Увидеть то дорогое, значимое, ценное. То, в чем ты себя можешь проявить, личностно проявить. Заинтересоваться, а как бы по-новому. С чистого листа начать эту работу. У горожан есть и свои методы борьбы с хандрой. Не перебарщивать с вредом алкогольного пьяни, поддерживать здоровье. У нас просто такого нет, резкого перепада. Мы здоровая семья, да, Андрюшка? Мы не курием, мы не пьем. И у нас получается все ровно. Когда любишь свою работу, тогда нетрудно. Вот об этом все говорят, и психологи тоже. Если вам хочется идти на работу, если вы любите свою работу, то для вас такой вход после новогодних праздников будет нормальным. Особенно молодым, когда здоровьем девать некуда. Надо работать. Сергею Сараеву отдыхать некогда. На новогодних праздниках его в магазине подарков «Ажиотаж». Рассказывает, из рабочего ритма, может, и хотел бы выпасть, но не успевает. И потому всем, кто сейчас страдает от постканикулярной депрессии, может сочувствовать только теоретически. Нужно просто будет вспомнить, как классно-то отдохнуло в эти праздники выходные. По идее, человек должен набраться силы и энергии отдохнуть и с новыми силами работать. И как-то, не наоборот, потратить свою энергию на эти праздники и быть вялым на работе, я не знаю. Если провести праздники активно и не переедать, то и возвращение к трудовым будням пройдет легче. Анастасия Ерегина, Константин Головин. События. Зимние истории времен дореволюционной Самары. В детской картиной галереи открылась выставка, посвященная новогодним праздникам конца XIX века и старинной самарской архитектуре. Экспозиция объединила сразу несколько важных дат. Юбилей самого пряничного домика, как часто называют самарцы-особняк, юбилей его первого хозяина, самарского купца Ивана Андреевича Клотта и день рождения автора-особняка, архитектора Александра Щербачева. Мы все эти памятные даты попытались уже эти выставки объединить еще и зимним временем, то есть зимним праздником, ощущением зимнего чуда. А теперь коротко о других темах дня. Видео облавы на незаконное казино в Самаре появилось в сети. Подпольное игорное заведение располагалось в одном из административных зданий в Керовском районе. Установлено и задержано также предполагаемый организатор игорного клуба. Ей оказалась безработная, ранее несудимая 26-летняя жительница Самары. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На Гуа в Эмират и в Сургут стало известно, какие направления в январе стали наиболее популярны у самарцев. В новогодние праздники с 28 декабря по 8 января из международного аэропорта Курумыч вылетело 89 тысяч пассажиров. Это на 10% больше, чем годом ранее. Больше всего туристов вылетело 8 января. В этот день самарский аэропорт обслужил 9 тысяч пассажиров. Самыми популярными направлениями внутри страны оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Екатеринбург. Среди заграничных перелетов популярностью у самарцев пользовались город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах и курорт Гуа в Индии. Полеты проспонсируют. Росавиация утвердила список субсидируемых перевозок в 2019 году. Шесть направлений частично софинансирует Самарская область. По спецтарифу из Самары можно улететь в Оренбург, Челябинск и Омск. На тех же условиях будут работать рейсы в Курумач из Уфы, Казани и Перми. Самарская, Челябинская и Омская области профинансируют 30,5% стоимости билета. Выведет всех на чистую воду школьник из Сызрани разработал детектор лжи. Юный изобретатель получил диплом международного конкурса «Старт в науке». Результаты конкурса подвели в Российской академии естествознания. Ученик седьмого класса представил на конкурс работу «Разработка конструкции и создание детектора лжи». Кроме того, диплом победителя третьей степени международного конкурса получила студентка Сызранского филиала «СамГТУ» Дарья Патрикеева. Она представила работу на тему оценки эффективности ультразвукового метода защиты теплообменных поверхностей от образования накипи. После новогодних праздников в рабочий ритм входят и футболисты крыльев советов. Сейчас игроки и тренерский штаб возвращаются с отпусков и начинают подготовку к весенней части чемпионата России. В зимнее трансферное окно команду усилят несколько игроков. Клубам взят курс на приобретение российских футболистов. Первый взгляд на потенциальных новичков в следующем репортаже. Победа над Ростовом в последнем зимнем туре позволила крыльям советов уйти на перерыв в чемпионате вне зоны прямого вылета из высшего дивизиона. Сейчас «Самарский клуб» на 13 месте. В активе имеет 17 очков и одну игру в запасе. Матч с Оренбургом не состоялся из-за морозов. Весенними матчами крылья должны выполнить главную задачу на сезон – сохранить место в премьер-лиге. Пришедший по ходу чемпионата главный тренер Меодрак Божевич сейчас имеет возможность полноценно подготовить команду. У тренера есть возможность очень хорошая подготовиться к трансферному окну, подготовиться к сборам, провести эти сборы полноценно. И значит уже как-то выйти на вторую часть более подготовленно, чем Божевич приходил именно по ходу, когда надо было все решать в горячем режиме. В решении задачи сохранения прописки в элитном дивизионе смогут помочь и потенциальные новички клуба. Сейчас речь идет о возможных переходах шести футболистов. Среди них есть уже знакомые лица. Защитник Роман Шишкин 2009 год провел в Самарской команде, а в нынешнем сезоне выступал за Краснодар. Еще два игрока, которых активно сватают в крылья, выступали в ФНЛ. Центральный защитник из «Ротера» Максим Карпов, а также один из лучших бомбардиров лиги, нападающий Чертанова Антон Зинковский, забивший 11 голов в 22 играх. По игровым качествам человек, который может команду повести вперед. То, что он в своей команде в этом сезоне один из лидеров, то, что он один из лидеров бомбардиров в футбольной национальной лиге, это его работа, это его качество. Сразу три игрока московского «Спартака» могут пополнить самарскую команду. Среди них опытный хавбек Александр Самедов, который был в составе сборной России по футболу, добравшийся до четвертьфинала Чемпионата мира 2018 года. Также близок к переходу и полузащитник Жану Ананидзе. Он уже работал с главным тренером Меодрагом Божевичем в Ростове. Дополнить спартаковский десант в Самаре может и Артем Тимофеев. В первой половине сезона он 15 раз выходил на поле и один раз отметился голом. То, что приходит несколько игроков из «Спартака», в этом есть даже такой положительный факт. Они сами хорошо друг друга знают, поиграв последний сезон вместе. Я думаю, что если они в этом варианте придут, то это значит, что они быстрее вольются в коллектив. Такое количество потенциальных новичков означает, что с кем-то придется попрощаться. Пока официально объявлено только, что защитник Жозе Натсен покидает расположение команды. Новых игроков подписывать будут сразу после медосмотра, который пройдет в Москве 13 января. После чего они вместе с командой поедут на сбор в ОАЭ, где «Крылья» сыграют две контрольные игры против Жилина из Словакии и Риги из Латвии. Первый сбор закончится 27 января. Тогда уже и будет понятно, кто будет защищать цвета клуба во второй половине сезона. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Как пережить тяжелое поражение? Усиленно тренироваться. Баскетболисты Самары после обидного проигрыша в Ярославле местному буревестнику готовятся к серии домашних игр. На паркете МТЛ-арены волжане по очереди примут гостей из Сургута и Екатеринбурга. Подробности в следующем сюжете. Много ли можно успеть сделать за секунду? Баскетболисты Самары знают, за это время можно упустить победу из рук. Невероятное попадание разыгрывающего буревестника Виктора Кашина с 10 метров не дало случиться первой виктории Самарского клуба в 2019 году. Во всей игре не хватило, наверное, настроя. Соперник был более мотивирован, наверное, на победу. Не просто, но ничего страшного. Это часть работы. Поражения случаются и надо забывать их и идти дальше. Переживать это поражение у игроков Самары времени немного. Впереди серия из двух домашних игр. Сейчас команда к ним готовится во всю силу, в привычном режиме. Сначала занятия на физическую подготовку, а в дни перед играми бросковые тренировки. Соперники не из легких. Клуб «Университет Югра» из Сургута, который усилился одним из самых результативных игроков лиги – Халилем Дюксом. В среднем за матч он забивает почти по 23 очка. А также Урал, который традиционно силен в выездных играх. Урал на ходу, хорошо играет, особенно на выезде. Достаточно скоростная команда, много быстрых переходов, много дальних атак, хорошо идут на подбор. Также не ждем, что вообще в этом сезоне нет таких простых игр. Даже если, может быть, смотреть по счету, какие-то игры мы выигрывали, очков 20, но они были непростые. Матч против «Университета Югра» Самарская команда проведет в МТЛ-арене во вторник, 15 января, в 19 часов. В это же время и в этом же месте, но уже в пятницу 18-го, волжане примут гостей из-за Екатеринбурга. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Продолжение следует...